МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Где пропишутся качели и горки. В самое пекло деревне Турки соседи спасли пенсионерку. Документы или жизнь? Вы в эфире. Телеканал Бобруйск 360 и радио Зефир ФМ объявляют кастинг. Вы хотите работать в масс-медиа? Мы с удовольствием ждем вас у нас. Какие требования? А также ученые звания, снятый запрет и поисковые работы. Мужа белоруски и ее малолетнего ребенка нашли погибшими в Турции. Что известно о второй соотечественнице. Интеллектуальная элита. Президент вручил дипломы доктора науки и аттестаты профессорам научным и научно-педагогическим работникам. Всего 356 белорусов в прошлом году получили ученые звания и степени. 15 приглашены во Дворец независимости. Их достижения заметны в медицине, педагогике, физике, истории, военном деле, сельском хозяйстве. Представители разных сфер объединяет одно. Их труды – это реальные технологии, которые работают на благо государства. Это момент. Маятник качнулся в вашу сторону. И надо использовать это время. Потому что завтра будет поздно. Завтра мир опять успокоится и будет почивать на лаврах, на тех достижениях, которые вы получили вот на сегодняшний момент. Тихо будет, спокойно, вольготно. Все будут жить, жреть в заново перераспределенном мире. Мир будет другой. Это уже никто сегодня не оспаривает. Потом надо воспользоваться моментом. Воспользуемся. Будет результат. Но это основа нашей независимости. Если не будет движения вперед, притом движения быстрого, мощного, толку не будет. Ведь белорусам действительно есть чем гордиться. Подтверждение тому выставка «Беларусь интеллектуальная». Ее поручил организовать президент. Экспозицию оценили тысячи посетителей. Уже 16 февраля она начнет путешествовать по регионам Первый – Гомель. Соседи спасли пенсионерку в деревне Турки. Накануне днем по переулку Клупном угорел жилой дом. Когда начался пожар, супруг хозяйки выбежал на улицу и позвал на помощь. На свежий воздух 75-летнюю женщину вывели двое местных жителей. Сам пенсионер вернулся обратно за документами и ценными вещами. Сотрудники МЧС обнаружили его в одной из комнат без признаков жизни. Предполагаемая причина ЧП – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Чтобы предупредить беду, спасатели проводят акцию «Безопасность в каждый дом». Граждане продолжают использовать то или иное средство для получения тепла. Нам важно убедиться, что у них все исправно, все хорошо. И это не приведет к непоправимым последствиям, таким как пожар. Неисправное печное отопление было, есть и будет одной из популярных причин трагедии. Чтобы избежать беды, достаточно знать и выполнять несколько простых истин. Вовремя обслуживать отопительный прибор и соблюдать элементарные меры безопасности. Но те, кто пренебрегает правилами, много. Об этом кричит статистика. С начала года в стране произошло больше 500 возгораний, в которых погибли 70 человек. Технологические работы, единый реестр и свободный путь. Беларусь сняла ограничения на вывоз продовольствия в европейские страны. На каких условиях? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Первое Всебелорусское народное собрание пройдет в апреле 2024. Это новый конституционный орган. За него белорусы проголосовали на республиканском референдуме по обновлению основного документа страны. ВНС будет утверждать главное направление внешней и внутренней политики государства, а также концепцию и доктрину национальной безопасности. Мужи белорусские и ее малолетнего ребенка нашли погибшими в Турции. Поиски еще одного и самой женщины продолжаются. Изначально наше посольство не могло связаться с двумя соотечественницами. Позже оказалось, одна из них госпитализирована. Ее супруг, гражданин Турции, скончался в больнице. Местонахождение их малыша до сих пор неизвестно. Всего на консульском учете состоят 418 белорусов. 53 проживают в провинциях, которые пострадали от землетрясения. Беларусь сняла ограничения на вывоз продовольствия в европейские страны. В Брестской области запрет не распространяется на Польшу до конца года. В Гродненской товары можно транспортировать для личного пользования, в том числе и в Литву. В Витебском регионе инновация действует и в отношении Латвии, но не Польши. Ограничения, напомним, были введены в целях защиты внутреннего рынка. В стране в этом году планируется перевести все процедуры госрегистрации в электронный формат. Один из последних цифровых продуктов – единый реестр пустующих домов. Доступ открытый и бесплатный. Каждый желающий может не только найти и посмотреть характеристики жилищ, но и в режиме онлайн увидеть их местоположение и состояние. В стране 11 февраля могут не работать банковские карты. Будут проводиться технологические работы. Не исключено, что с двух до трех ночи пользователи столкнутся с перебоями в обслуживании в банкоматах, магазинах, заправках и других организациях торговли, устройств самообслуживания и мобильном приложении. Рассмотрят каждый вопрос. В Бобруске продолжает работу профсоюзная телефонная линия по мониторингу цен. Сообщать можно о завышении стоимости, нарушениях сроков годности, отсутствии конкретного товара. Проверки в магазинах, к слову, проводятся ежемесячно. В списке 89 наименований продукции, в том числе детское питание, бакалея, мясо и колбасные изделия. Связаться со специалистами можно по будням с 9 до 20 часов. Телефон на экране. Данные вносятся в республиканскую программу мониторинга цен в Федерацию профсоюзов. Это все обрабатывается, и тогда данные поступают уже в правительство Республики Беларусь. Федерация профсоюзов осуществляет и внеплановые мониторинги цен на товары повышенного спроса. Специалисты мониторят и ассортимент, следят, есть ли ажиотаж. Изменения, хоть и незначительные, фиксируют. Например, сейчас в пределах 2% в цене выросли мука, сметана и твердый сыр. Практически на том же уровне творог, хлеб, колбаса, курица, масло и яйца. Плюс подешевели крупы. Веселая пора. В Бобруйске появятся новые детские площадки для игр и занятий спортом. С такой инициативой выступили депутаты городского и областного совета. Всего в планах возвести 9 современных и безопасных комплексов. Проект уже в разработке. Доброму делу может присоединиться любой желающий. Продолжить тему Карина Гуревич. С приходом весны в городе закипит работа, а пока время строить планы. В разработке уже находится проектная документация новых детских площадок. 9 игровых комплексов, на двух из которых разместятся и спортивные зоны, появятся во дворах Наурицкого, Парковой, Минской, Горелика, Крылова, Орджоникидзе, Ульяновской и по проспекту строителей. В изготовлении поможет фондок, фабрика художественных изделий и другие предприятия. Инициатива о создании вот таких площадок, она принадлежит непосредственно депутатам городского совета, которые в результате своих приемов, встреч с избирателями, они услышали со стороны избирателей о необходимости восстановления в тех местах, где площадки уже устарели, новых площадок. Новые горки и качели не только заменят устаревшие, но и появятся там, где их вовсе нет. В первую очередь в районах с большим количеством детей. Прототип проектов – игровой комплекс на проспекте Георгиевском, который установили летом прошлого года. Для ребят – лесенки, умные тренажеры, песочница, поле для баскетбола и футбола. Будущие площадки могут отличаться, но сохранят главные критерии – современно, удобно, безопасно. В благоустройстве всех игровых площадок и спортивных площадок могут принять участие жители микрорайонов. В период проведения субботников весной можно будет высаживать кусты, деревья, ровнять землю. То есть, каждая в силу своих возможностей может принять участие непосредственно в создании этих игровых площадок. Комфорт маленьких жителей всегда в фокусе внимания. Еще в ноябре во дворах города появились девять детских площадок. Домики с горками, скалодром, лестницы и турники. Все изделия из металла, содержат защитные вставки из пластика и резины. По стандартам безопасности. Такие игровые комплексы – подарок от Бобруйского горысполкома. Хотим поблагодарить город и ЖКХ Первомайского района за такую замечательную площадку. Время часто проводим здесь с внуками. Спасибо. Позаботиться об игровых площадках и зонах отдыха могут жители любого двора. Такое участие важно, ведь тогда люди будут учить детей бережно относиться к ним. Появилось желание поучаствовать в благоустройстве – обращайтесь в ЖЭО. Совместными усилиями можно сделать любимый город еще уютнее. Карина Гуревич, Ольга Васенда, Станислав Чичерин, Бобруйск-360. По ту сторону экрана информационное агентство Бобруйск-Медиа объявляет кастинг. Телеканал Бобруйск-360 ищет корреспондентов. Главные критерии отбора – грамотная речь, хорошая дикция и неординарное мышление. Профильное образование приветствуется. Если у вас есть интересные идеи и желание трудиться, присылайте свои резюме на нашу электронную почту. Прикрепите фото, укажите возраст, прежние места работы, номер мобильного телефона. В кастинге, в принципе, может принять участие любой желающий. Главное – это креативность и способность работать в команде. Если у вас была мечта попробовать себя в роли профессионального телекорреспондента, вы хотите работать в масс-медиа, мы с удовольствием ждем вас у нас. Новые голоса ищет из эфира ФМ. В конкете приложите промо-запись голоса и контактные данные. Связаться с нами можно и через директ Инстаграм-аккаунта. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Редактор субтитров А.Семкин